Здравствуйте! В эфире информационная программа День города. С вами Анна Герцовская. Мои коллеги-репортеры телекомпании «Город» готовы познакомить вас с новостями нашего региона. И сейчас коротко о главном. Неделя борьбы с коррупцией. О фактах, в которых разбирается прокуратура. Бесплодие и ожирение. Новые возможности в жизни людей, о которых должен знать каждый. И в Рязанском храме появилась православная святыня. Мощи Николая Чудотворца. Сейчас оплатить проезд в общественном транспорте можно различными способами. Карточки и, конечно же, наличные. Теперь появился новый модный аксессуар. Браслет «Умка». Он создан для того, чтобы упростить систему оплаты. Протестировать новый браслет в боевых условиях вызвался Валерий Седов. Не прошло и месяца с тех пор, как браслет «Умка» представили широкой аудитории. Новый аксессуар призван заменить карточки и брелоки для оплаты проезда. Презентовали браслет в шести различных цветах. Зеленый для школьников, желтый для студентов. А горожанам четыре цвета на выбор. Черный, красный, серый и синий. Наша съемочная группа стала счастливым обладателем браслета черного цвета. Теперь настало время испытать его. Сперва необходимо положить деньги на браслет. В нашем городе это можно сделать только в одиннадцати киосках по продаже проездных билетов. Нам повезло. Один из них был в пределах досягаемости. Здравствуйте. Я хотел бы пополнить браслет. Можно 100 рублей на него положить? Да, да, да. Никаких проблем не возникло. Нам также объяснили, что на браслете может быть один из двух тарифов. Можно использовать его как кошелек, периодически пополняя баланс, либо в качестве проездного. По словам продавца, тариф можно поменять абсолютно бесплатно. Теперь проверка боем. Расплатиться в общественном транспорте. Здравствуйте. Хотели бы браслетом оплатить? Конечно. И за оператора попробовать через пальто? Возьмет она или нет? Два раза нельзя. Нельзя? Это первая проблема, с которой столкнулась наша съемочная группа. На браслете стоит тариф-кошелек, но расплатиться можно только один раз. А вторая попытка расплатиться через пальто успехом также не увенчалась. Еще один зимний минус. Но все же реакция кондукторов в общественном транспорте положительная. Единственной сложностью при оплате в маршрутном такси является то, что необходимо снимать браслет и передавать его вперед. А вас вообще часто по браслетам оплачивают? Вы первые, сколько есть. Оплата прошла успешно, но вновь только за одного человека. Да и судя по отзывам в интернете, при оплате проезда в маршрутных такси отрицательных сторон и без того хватает. Напомню, что терминал, берущий плату за проезд, висит обычно у кондуктора на груди. А в маршрутках надо обязательно снимать браслет и передавать его водителю. Так что пользоваться им, не снимаясь руки, невозможно. Еще одна проблема – количество маршруток, на которых есть наклейка «Умка». Их не так уж и много. Простояв на остановке полчаса, я выяснила, что только восьмая маршрутка имеет эту самую наклейку. Сейчас модный аксессуар только начинает входить в жизнь горожан. Остается надеяться, что со временем исправят все ошибки браслета «Умка». Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». На страже порядка в самых разных сферах жизни рязанцев по-прежнему стоят контролирующие органы, в частности прокуратура. В ведомстве стартовала неделя борьбы с коррупцией, хотя действия по выявлению профилактики этого вида преступлений ведутся надзорными органами круглогодично. Как и работа с должностными лицами, нарушающими трудовое законодательство и не выплачивающими зарплату. И с теми, кто злоупотребляет должностными полномочиями, способствует незаконному обороту наркотиков. За покушение на дачу взятки осуждена 28-летняя жительница города Рязани. Как установлено в ходе судебного следствия, сотрудники полиции выявили в действиях дамы признаки состава преступления, предусмотренного статьей 322 УК РФ. Фиктивная регистрация. Осведомленная о проведении в отношении проверки, женщина по факту фиктивной регистрации в ходе беседы с сотрудником полиции дала понять, что не хочет, чтобы в отношении нее возбуждали уголовные дела и пообещала за это передать денежные средства сотруднику. Полицейский в ответ неоднократно пояснял, что это незаконно и что женщина может быть привлечена к уголовной ответственности еще и за дачу взятки. Но она проигнорировала подобные предупреждения, достала из сумки денежные средства и положила на стол сотрудника полиции. Тем самым дала понять полицейскому, что эту сумму она передает ему за невозбуждение в отношении нее уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного 322-й статьей УК РФ. Фиктивная регистрация. Приговором Пронского районного суда Рязанской области от 2 ноября 2017 года жительница города Рязани признана виновной и осуждена по части 3 статьи 30, части 1 статьи 291 прим. 2 УК РФ к наказанию в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. Вещественные доказательства, две денежные купюры номинаром по 5 тысяч рублей конфискованы. Приговор вступил в законную силу. Тем временем в Рыбновском районе прокуратура района в ходе проведенной проверки установила, что в СПК племзавод колхоза Батурина по состоянию на 17 октября 2017 года имелась задолженность по заработной плате перед 9 работниками в размере 184 тысяч рублей. Эта сумма подлежала выплате за сентябрь текущего года. В прокурорном районе в адрес председателя внесено представление, а также в отношении председателя возможно дело об институте правонарушения, предусмотренном в части 6 статьи 5.27 Кодекса об институте правонарушения РФ, в результате рассмотрения которого он привлечен к крупному штрафу. Незаконное поведение должностных лиц выявила прокуратура железнодорожного района города Рязани после проведенной проверки исполнения законодательства, регулирующего вопросы противодействия незаконному обороту наркотиков в учреждениях здравоохранения. При проведении проверки установлено, что в учреждениях здравоохранения в специальных журналах регистрации операции, связанных с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, имеются исправления, незаверенные подписью ответственных лиц. Также были выявлены нарушения, касающиеся введения специального журнала, а именно в журнале не фиксировалось номинование, номер и даты расходных документов. Кроме того, в учреждениях здравоохранения отсутствовали документы, подтверждающие ознакомление сотрудников, имеющих доступ к наркотическим средствам. По результатам проверки прокуратуры и района, руководителям трех учреждений здравоохранения внесены представления, которые рассмотрены и удовлетворены. Шесть должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Марина Комиссарова, Юлия Пятницкого, телекомпания «Город». Какая связь между бесплодием и ожирением? Влияет ли избыточный вес на возникновение сахарного диабета? И к кому обратиться, если у вас болят суставы? Ответы на эти вопросы находят врачи различных специальностей – эндокринологи, хирурги, гинекологи, ортопеды и гастроэнтерологи. Накопленным опытом они поделились на конференции «Избыточный вес как междисциплинарная патология». Ожирение – болезнь 21 века. Она коснулась мужчин, женщин и даже детей. Рассчитать норму веса можно самостоятельно. Для этого массу тела в килограммах нужно разделить на рост в метрах в квадрате. Если полученная цифра превышает 25, то у вас избыточный вес. Цифра более 30 говорит о том, что принимать меры нужно срочно. Наше сердце рассчитано природой на то, чтобы кровь циркулировала в теле массой 70-80 килограмм. То при ожирении, при морбидном ожирении масса тела может достигать 150-160 килограмм и более. И, естественно, для сердца это чрезмерная функциональная нагрузка и постепенно развивается сердечная недостаточность, которая может стать причиной гибели пациента. Проблемы ожирения обсудили на научной конференции, которая прошла на базе областной клинической больницы. Своим опытом с коллегами поделились специалисты разных направлений – гинекологи, ортопеды, эндокринологи, хирурги и гастроэнтерологи. Ведь решить проблему можно только вместе. Ожирение является фактором риска. В первую очередь, как эндокринолог, я должна сказать, это сахарный диабет второго типа, но также и других заболеваний, которые обусловлены ожирением. То есть это сердечно-сосудистая патология, это наш, неалкогольная и жировая болезнь печени, ну и ряд других заболеваний. Нередко из-за наличия лишнего веса мужчины и женщины теряют репродуктивную функцию. С такой проблемой столкнулась и Карина Раевская. Девушка всегда была полненькой. В 2015 году она весила 125 килограмм и в течение 9 лет не могла забеременеть. Различные диеты, они просто не помогали. То есть вес уходил и возвращался еще с новой силы. Люди, которые отчаялись бросить вес и перепробовали все возможные средства, теперь могут не терять надежду. На базе областной клинической больницы работает комплексный центр, где после консультации с профильными специалистами решить проблему можно хирургическим методом. Операция проводится под наркозом, ляпероскопическим методом, то есть без разреза больших, а просто проколы. Наступила беременность через 4 месяца и, соответственно, вес все равно уходил во время беременности. Но как бы спустя 2 года мой вес сейчас 58 килограмм. Просто поменялось абсолютно питание сразу. То есть я ем все, но абсолютно мало. Метод уникален для Рязанской области и показал стабильные результаты. Операцию успешно провели уже 11 раз. Однако стоит помнить, что хирургическое вмешательство – это крайняя мера. А вести здоровый образ жизни и правильно питаться нужно постоянно. Галина Ершова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Геометрия поиска – так и называется выставка, на которой представлена работа студентов кафедры дизайна Рязанского филиала Московского государственного института культуры. Посетитель оказывается в студенческой мастерской, где выполняются творческие задания педагогов по воплощению в материал меланхолии, страха, зависти, весеннего настроения и других абстрактных понятий и состояний. Прикоснулась к творческим тонам наша съемочная группа. Кукла, Саша, не плачь. Кукла, даже не плачь. Кукла, Саша, не плачь. Не плачь, не плачь. Русское слово «кукла» родственно греческому «киклос» – «круг» и означает нечто свернутое, например, деревяшку или пучок соломы, который девочки издавна пеленали и завертывали, подчиняясь инстинкту материнства. Сегодня в мире есть признанные мастера, из чьих рук выходят настоящие шедевры. Некоторые из таких кукол стоят целое состояние. Но не меньшей ценностью обладает любая кукла, сделанная собственными руками, даже если это работа ученика или студента. Ведь она хранит частичку души и тепло рук автора. Вообще у нас, в основном, наша работа в университете заключается в том, что мы клеим макеты. То есть нам приходится работать с маленькими детальками, с бумагой. Нам приходится в основном, мы, конечно, клеим. Каждый из моих одногруппников, из причаственников, из других групп, они могут именно в кукле реализовать какие-то свои хобби. По традиции все выставки студентов кафедры дизайна проходят под общим названием «Геометрия поиска». Посетители музея могут увидеть более 50 кукол, которые сделаны из разных материалов и по разной тематике. Самая первая тема куклы, которая у нас была, это была тема эмоций. Каждый для себя выбирал эмоцию, которую ему проще всего показать, которая ему больше всего нравится, наверное. Лично для меня эмоцию, которую легче было всего описать, это была эмоция страха. В выборе материалов студенты не ограничены. Каждый может выбрать по своим возможностям и пристрастиям. Большая часть представленных кукол сделана из самозастывающего пластика. Подобные изделия начинаются с каркаса, который делается из проволоки. На каркас крепятся мышцы, папье-маше, фольга. И только после этого кукла покрывается пластиком. Очень хорошо развивает пространственное мышление. Потому что прежде чем слепить, надо все это расчертить. И очень дает хорошую базу на последующий год, когда уже надо будет придумывать в объеме чертежи, фасады, интерьер квартиры. Двух одинаковых кукол быть не может. Даже если они выполнены на одну тему или обозначают одну и ту же эмоцию. Образ проработан весь до мелочей. Начиная с полностью постановки, зонта в руке, заканчивая лицом. Все здесь дает понять, что это за эмоция, что это за состояние. По поводу того, как она сделана, я думаю, что работа колоссальная. Потому что здесь работа и с деревом, и с металлом, и с глиной или пластикой, и с тканью. Каждый из нас может найти нечто свое в этих куклах. Забавных и грустных, реалистичных и сюрреалистичных. Но в каждом случае прекрасных своей глубиной и одухотворенностью. Работа выставки планируется в течение всего декабря. Марина Комиссарова, Станислав Кудряшов. Телекомпания «Город». В субботу 2 декабря в Рязань из Иоанна Богословского монастыря доставили частицу мощей Николая Чудотворца. Об этом сообщили в пресс-службе Рязанской епархии. Поклониться святыне горожане могут в Екатериненском храме, где она пробудет до 17 декабря. Николай Чудотворец – один из наиболее почитаемых в православном мире святых. Николай родился в 270 году новой эры в городе Мирре на территории современной Турции в семье богатых, благочестивых родителей Феофана и Ноны. Еще подростком изучал священное писание, а затем был возведен в сан священника. Во время преследований христиан Николай попал в тюрьму, откуда освободился по воцарению императора Константина. Дожил он до глубокой старости и скончался в 343 году, оставив после себя множество легенд и преданий, которые передавались из уст в уста. В христианском мире вряд ли можно найти столь же почитаемого святого, как Николай Чудотворец. Своими чудесами он прославился при жизни и после смерти. Ныне его почитают как покровители детей, мореплавателей и всех путешественников. К нему с верой и молитвой прибегают, прося о помощи в нужде и бедности, об исцелении от болезней, в горе и унынии. Сложно перечислить все его добрые дела. Когда Николай Чудотворец совершал паломничество в Иерусалим, он при помощи молитвы успокоил разбушевавшееся море. Николай помогал влюбленным, подбрасывал нищим мешочки с золотом, приносил больным лекарства, а детям дарил игрушки. Дворя добрые дела, он чувствовал себя счастливым. Это святитель, который помогает в самых тяжелых ситуациях. Даже люди, которые в храм никогда не ходили, если у них в семье какая-то беда или у знакомых, или у родных, они, придя в храм, начинают горячо молиться святителю Николаю, святитель Николай не оставляет их без своего попечительства. Во многих городах, во множестве сел построены храмы и освящены престолы в его честь. В мире немало памятников святому, один из которых в Солодче под Рязанью. Памятник Николаю Чудотворцу в поселке Солодче под Рязанью возле храма Казанской Божьей Матери появился как ответ на демонтаж точно такого же памятника в турецком городе Миры Ликийские, где святой Николай жил и был похоронен. Позднее его мощи перевезли в итальянский город Бари, а памятник демонтировали, и на его месте появился Санта-Клаус. Мартынов Михаил Викторович, он прихожан нашего храма, вот, и вот он поставил этот памятник, потому что он был в Турции, и, значит, там, на месте памятника, где стоял святитель Николай, поставили, он был демонтирован и поставлен был в Санта-Клаус. Вот, а я, говорит, хочу здесь вот построить памятник святителя Николая, у него здесь, он живет, у него здесь дача. По легенде, именно Николай Чудотворец заложил традицию дарить подарки на Рождество. В городе Мирра, где он был епископом, каждый год в ночь на Рождество самые бедные и несчастные люди находили возле своих домов золотые монеты, детские игрушки и другие подарки. Для всех оставалось загадкой, кто же благодетель. Со временем жители создали образ пожилого высокого мужчины в красном костюме с белой отделкой, который в санях, запряженных оленями, спускается с гор и помогает всем нуждающимся. Когда случайно открылось имя настоящего благодетеля, его стали звать Святым Николаем или Санта-Клаусом. В некоторых странах Святой Николай традиционно кладет подарки в детские сапожки у двери или в носочки, вывешенные у камина. А православные дети, просыпаясь утром, в основном находят подарки под подушками и знают, что это оставил добрый Дедушка Мороз, чьим прототипом стал никто иной, как Николай Чудотворец. Декабрь только начался, но у многих жителей города уже появилось новогоднее настроение. Мандарины, елка, гирлянды, по сути, в силах для каждого из нас создать праздничную атмосферу. Именно это и попытались сделать жители жилого комплекса «Соловушка». В жилых комплексах от строительной компании «Капитал Строитель Жилья» всегда праздник. И Новый год уже стучится в двери к жителям жилого комплекса «Соловушка». Мы организовали это мероприятие для того, чтобы украсить нашу замечательную елочку. Собрали всех детей, родители собрали, создали им такое приятное предновогоднее настроение. 2 декабря взрослые и самые маленькие жители жилого комплекса «Соловушка» вышли во двор наряжать живую елку. На праздник с удовольствием приехали представители компании «Капитал Строитель Жилья», чтобы поздравить с наступающим Новым годом. Здесь прекрасно. Мы посадили сюда ель живую специально для того, чтобы можно было наряжать. И жильцы сегодня пригласили нас поучаствовать в подготовке к празднику Нового года. То есть именно нарядить елку, которую мы посадили осенью. Мы все очень этому рады и благодарны жильцам за данное приглашение. Яркий дуэт «Баба-Яги» и «Снегурочки» проводил конкурсы для малышей. Все вместе, большим и дружным коллективом, жители водили хоровод и вместе с Дедом Морозом зажгли разноцветные огни на елке. Елочка, гори! Елочка, гори! Праздник к нам приходит, а до Нового года осталось 26 дней. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это все новости на данный момент. Следите за событиями на нашем официальном сайте. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok